Хроническая обструктивная болезнь легких одна из ведущих причин смертности в мире. Из-за этого недуга по данным ежегодно умирают более трех миллионов человек. Результаты исследования по этой болезни в Якутии представили сегодня Российское респираторное общество, Министерство здравоохранения, региона и фармацевтическая компания Берингер Ингельхайм. Рассказывает Галина Погодаева. От того, как дышит человек, зависит вся его жизнь. Факторами развития болезней легких являются не только курение, но и плохая экология, воздействие вредных веществ на производстве и многое другое. В республике исследования под руководством Академии Коран Александра Чучалина проводятся в городе Мирном. Проект будет реализовываться в течение двух с половиной лет. И нас очень интересует проблема легочного здоровья среди жителей вашей республики. Проблема, которая мало изучена, осмысленна. И поэтому целый ряд наших инициатив, они как раз направлены на то, чтобы поднять вот эту глубину и более тщательно оценить легочное здоровье среди ваших жителей. Проект включает в себя применение инновационной терапии. Обучение врачей в области диагностики, лечения и профилактики данных заболеваний. Здесь имеет значение не только сам лекарственный препарат, но и способ его доставки. Обычные ингаляторы подходят не всегда, потому как пациент порой не может сделать глубокий вдох. С этой целью был создан особый жидкостный ингалятор. Он обеспечивает адекватную доставку в легкие лекарства у 99% больных. Вообще медицинская помощь с легочной патологией оказывается в первичном звене. Да, амбулаторно-поликлиническая помощь в условиях поликлиники и так далее. Второй этап – это уже стационарная помощь при условии развития каких-то осложнений. Вот у нас есть специализированные пульмонологические отделения. В зону риска заболевания попадают дети и люди пожилого возраста. Именно эти категории населения в регионе получают бесплатную вакцинацию. Также прививаются и призывники армии. Это проблема врожденного иммунитета. Современный календарь прививок детей очень хорошо защищает. А потом, когда он стал подростком, резко обрываются вакцины, и иммунитет человека ослабленный. Он очень предрасположен к инфекциям. Основной целью проекта, инициированного российским респираторным обществом, Минздравом Якутии и фармацевтической компанией «Берингер Ингельхайм», является снижение заболеваемости населения региона за счет снижения распространенности основных факторов риска, улучшения диагностики и повышения качества жизни больных.